Хроники Нарнии Клайва Степлза-Льюиса, занимающие верхние строчки большинства списков лучших книг всех времен и народов, загадочные явления, ключ к которому до сих пор не найден. Попробуем посмотреть на особенности данного произведения. Хроники Нарнии были созданы Клайвом Степлзом-Льюисом, который по специальности был историком литературы. Большую часть жизни он преподавал историю литературы средних веков и возрождения в Оксфорде, а под конец возглавил созданную специально для него кафедру в Кембридже. Помимо пяти научных книг и огромного количества статей, Льюис опубликовал восемь книг жанра христианской апологетики, духовную автобиографию, три повести-притчи, три научно-фантастических романа и два спорника стихов. Как и в случае с Льюисом Кэролом и Джоном Толкином и многими другими детскими писателями, книги для детей, которые принесли Льюису мировую известность, были для него и самым важным из написанных. Льюис любил рассказывать, что Нарния началась задолго до ее написания. Образ фавна, гуляющего по зимнему лесу с зонтиком и свертками под мышкой, преследуя его 16 лет. И пригодился, когда Льюис впервые и без некоторого страха вплотную столкнулся с детьми, общаться с которыми он не умел. В 1939 году в его доме под Оксфордом жили несколько девочек, эвакуированных из Лондона во время войны. Льюис стал рассказывать им сказки. Так, жившие в его голове образы пришли в движение, а через несколько лет он понял, что рождающуюся историю необходимо записать. Само слово «Нарния» Льюис не выдумал, а нашел в атласе древнего мира, когда учил латынь готовить к поступлению в Оксфорд. Нарния – это латинское название города Нарнии в Умбрии. Небесной покровительницей города считалась богоженная Лючия Бракадели или Лючия Нарнийская. Географический портатив, вдохновивший Льюиса, вероятнее всего, находился в Ирландии, потому что Льюис с детства любил северное графство Даун и не раз ездил туда с матерью. Он говорил, что небеса – это Оксфорд, перенесенный в середину графства Даун. По некоторым данным, Льюис даже назвал брату точное место, ставший для него образом Нарнии. Сами хроники Нарнии представляют из себя циклы семи фантазийных повестей. В них рассказывается о приключениях детей в волшебной стране под названием Нарния, где животные могут разговаривать, магия никого не удивляет, а добро борется со злом. В хронике Нарнии содержали много намеков на христианские идеи, доступные для юных читателей в виде. В дополнение к христианским темам Льюис описывал персонажей, которые имели прообразы в греческой и римской мифологии, в традиционных британских и ирландских сказках. В том числе существуют явные мотивы, близкие к последним. Серия хроники Нарнии пользуется огромной популярностью. Проданы свыше 100 миллионов экземпляров книг на 41 языке. Существуют театральные постановки, радиопостановки, экранизации и видеоигры. Сложность в хрониках Нарнии заключается с путаницей, которая начинается с того, в какой последовательности следует их читать. Дело в том, что публикуются они вовсе не в том порядке, в котором были написаны. Книга «Племянник-чародея», где рассказывается о сотворении Нарнии, появлении там белой колдуни и происхождении путяного шкафа, была написана предпоследней, а первой появилась «Лев колдунь и путяной шкаф», которая сохраняет значительную часть очарования первоначальной истории. В такой последовательности она была опубликована в самом хорошем русском издании в пятом и шестом томах восьмитомного собрания сочинений Льюиса, и с нее начинается большинство экранизаций книги. После «Льва колдунь и путяного шкафа» следует «Коня и его мальчик», затем «Принц Каспиан», «Покоритель зари» или «Плавание на край свет», «Серебряное кресло», затем «Приквел», «Племянник-чародея» и, наконец, «Последняя битва». До сих пор во всем мире дети и их родители с упоением читают этот цикл фантастических историй. Он покорил читателей не только своей волшебной атмосферой, но и талантливой интерпретацией библейских сказаний, реалистичным изображением эпохи, к глубоким смыслам, который Куафф Льюис запечатлел на страницах романа. Именно поэтому его книги приходятся по душе людям всех возрастов. Нарния – это восхитительный мир, где звучит потрясающая музыка. Никто не умирает из-за болезни или случайности. Его жители пребывают в гармонии и умиротворении. Несмотря на столкновение добра и зла, все невзгоды перекрывают мотив радости. Это слово Куафф Льюис всегда писал с прописной буквы. Таким образом обозначают великое освобождение от всего плохого, которое в конце наступает во многих сказочных историях.